Теперь мы переходим уже к теме лекций ближе. Но прежде чем... Вот мы в прошлый раз остановились на теме индолы в природе. Но прежде чем все-таки перейти к индолам, у меня еще 30 секунд есть, наверное, перед основным временем, пока народ собирается. Хочу вам напомнить, господа студенты, что вам повезло не просто учиться в лучшем российском вузе, но и жить в городе Москве, который является одной из крупнейших мировых культурных столиц. Но там трудно сказать, в десятку она входит культурных столиц мира или в пятерку. Но, значит, в Москве много музеев. И в отличие от театров, куда сейчас студентам попасть немножко дороговато, честно скажу, в музеи попасть нормально. И вот сейчас, вчера открылась в Третьяковской галереи выставка Зинаиды Серебряковой. Это выдающаяся русская художница. Это потомок художников и знаменитых художественных. У нее отец был Лансере, скульптор, дед Бенуа. По мужу она Серебрякова, после революции она уехала. И ее иногда называют русской Боттичелли. Вот я вчера там был, но билет на вчерашний день не купил. Но по интернету билетов навалом. А если вы просто подъедете, имеете шанс прямо на ближайший сеанс не купить. Но по интернету покупаете студенческий билет и идете в тот сеанс, который вы выберете. Очень рекомендую. Потому что последний раз большая выставка была в 1986 году. И потом небольшая лет 7 или 8 назад там два зала. Так, и уже чтобы закрыть эту тему, и в Пушкинском музее сейчас вот через два дня откроется выставка, на которую вполне возможно большинство не обратит внимания. Это картины из картинной галереи города Нукус, это Узбекистан. В этой картинной галереи очень хорошая коллекция раннего русского авангарда, которую туда подарил русский художник Савицкий. Он там жил. И вот я даже хотел в Нукус заехать, когда был неоднократно в Узбекистане, но он очень уж далеко лежит, и кроме картинной галереи там нечего делать. А вот сейчас она будет в Пушкинском музее. Ну, и много вообще всего интересного. Начинается, значит, продолжается наша тема индолы. Эту картинку вы помните, да, я про серотонин говорил, нейромедиатор. Иногда его называют гормон удовольствия, это как бы в кавычках, это не настоящий гормон. Ну, такое есть выражение, уставишься, гормон удовольствия. И 90% серотонина образуется в кишечнике, я это тоже говорил, из продуктов, содержащих трептофан. Кстати, гречка, бобовый, не только мясо, но гречка, бобовое молоко содержат трептофана достаточно. И вот на том совещании заведующих кафедрами, нам один из заведующих кафедрами читал лекцию на тему химия любви. То есть что происходит, когда человек влюбляется, встречается, там, и так далее. И мы с ним обсуждали такой вопрос. Вот если серотонин, это как раз в кавычках один из гормонов удовольствия, который очень, гормон счастья, удовольствия, который очень важен для этого процесса и для многих других, то правда ли, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, если серотонин образуется в кишечнике? Ну, мы пришли к выводу, что, наверное, это, скорее, это, конечно, вульгарное, то есть простонародное такое представление, там, через желудок, там, через кишечник. Вот, потому что вопрос, сколько из того серотонина из кишечника попадает в мозг, непонятно. Но в какой-то степени это, наверное, так. Но серотонин образуется не только из гречки, мяса там и молока, но еще и синтезируется, когда вы, вот вы идете в музей, получаете удовольствие, вот идете на концерт, слушаете музыку и вырабатываете эндогенный серотонин. Серотонин, но, как я всегда говорю, то, что вырабатывается у вас внутри, это хорошо. А если провоцировать выработку серотонина, например, алкоголем, курением, тоже серотонин, покурил, получил удовольствие, то внешняя вот эта стимуляция выработки, она вызывает привыкание, зависимость, ну и так далее. Продолжать лекцию на антиалкогольную тему или нет? Или ближе к эндовым? Нет. А, продолжать. Подойдете потом. В перерыве. Вот. Ну и чтобы закончить с этой картинкой, я хочу вот еще сказать, что если сюда повесить группу ацетильную, CH3CO, ацетил, то это будет вещество под названием мелатонин. Мелатонин образуется у вас в гипофизе, в шишковидной железе, я даже не могу на голове показать, где это, потому что это внутри там. Тогда, когда нет света, нет солнечного света, то есть когда вы спите, одним словом, с 3 часов ночи до 5 максимум выработки мелатонина. Его можно условно назвать гормоном, но это не гормон на самом деле, но веществом, которое способствует засыпанию и соблюдению вот этих вот суточных ритмов организмом. Вот я, например, если у меня будильник нет, я всегда встаю там практически в одно и то же время, биологические часы, я думаю, что отвечаю за это тоже вот мелатонин. То есть индолы важны, а теперь, прежде чем я покажу, я вот эту тоже ведь показывал картинку, да, стимулятор роста, ЛСД, индомитоцин, лекарства известные, ну уже я достаточно накомментировался, теперь способы синтеза индолов. Значит, если раскрыть, индол синтез записали. Поскольку я чуть-чуть отстаю, а через две лекции мы должны воссоединиться со всем остальным потоком, потому что завкафедра опять уезжает, и все природные соединения мы будем слушать в полном составе, то нам нужно так вот успеть, и поэтому я постараюсь сэкономить и не повторять эту схему на доске, но вы можете ее начать переписывать, а я начну ее комментировать. Иногда я делаю так, я вешал здесь красиво написанную, на доске писал менее красиво написанную, но и куда смотреть, на доску или туда смотреть. Значит, первое. Как вы думаете, сколько способов синтеза индола вот в тех пособиях по химии гетероциклических соединений, ну или в спецкурсе по гетероциклическим соединениям, который будет читаться для тех, кто пойдет на органику? Сколько способов синтеза индола? Все пишут, а вы не пишете, и вот я на вас смотрю, ну сколько, скажите какой-нибудь цифр, два. Значит, я бы сказал 22 только в курсе. Ну, навскидку, да, может 22, может 20. Очень много, одним словом. Но мы, всем, кто не идет на органику, повезло, мы в нашем курсе рассматриваем только один способ синтеза индола по Фишеру. Но его надо знать совершенно железно, уметь написать, воспроизвести. Давайте я прокомментирую по стадиям. Значит, смотрите, мы берем фенилгидрозин и какой-то кетон, и получаем фенилгидрозон. Наверное, все видят, что это образовалось из фенилгидрозина и из кетона. Кто не видит, руку поднимите. Все видят. Вопрос номер два. Как получить фенилгидрозин, кто не знает? Поднимите руку, честно. Так, но вы же были на лекции по диазосоединениям. Были. Там было восстановление диазосоединений в гидрозины. Сульфитом натрия, кислым, хлористым оловым. То есть получить фенилгидрозин – плевое дело. Согласны? Теперь да. Отлично. Теперь представьте себе, что… Вот сейчас будут какие-то циклизации, но представьте себе, что здесь ведь еще может быть в пароположении какой-то заместитель Х. Напишите его сразу. Х. Именно в пароположении. Потому что если Х в пароположении вот здесь, то в эту сторону пойдет циклизация, или в эту сторону будет один и тот же продукт. Итак, фенилгидрозон. Дальше. Когда-нибудь вы видели на лекциях, на моих, чтобы… Вот фактически это аналог карбонильного соединения, да, гидрозон? Ну, вместо СОЦН. Чтобы для таких соединений была таутомерия с образованием енаминов. Кто когда-нибудь это видел на моих лекциях? Слушайте, вы что, все новенькие, что ли, пришли? Или после Чепраков вам прочистил мозги к ростсочетаниям? Ну, у нас же все циклизации шли… Помните? Циклизация Палекнора с образованием Пировов, Фуранов. Все шли через генализацию. Кто теперь вспомнил это? Ну, некоторые не вспомнили. Вот молодой человек в красной рубашке все равно не вспомнил. Итак, смотрите. Был фактически имина соединения, оно превращается в енамин. Здесь двойная связь, здесь NH. Дальше вступает в дело кислый катализатор. Вот здесь кислый катализатор написан H+. И это формальное обозначение кислого катализатора. Но просто так вот кислоту редко кто капает. Вот пометьте же, самый главный классический катализатор здесь – это цинк-хвор-2. И для… на вашем уровне достаточно знать цинк-хвор-2 и представить, что цинк-хвор-2 – это кислота. Кислота Льюиса. Достаточно сильная, чтобы катализировать эту реакцию, но достаточно слабая, чтобы от нее сдох получающийся индул. Кислота в виде протона, в виде цинка садится вот на этот азот, на нем образуется плюс. И вот здесь возникает нечто, напоминающее бензидиновую перегруппировку. Смотрите, вот эта связь сейчас разорвется, а вот связь между… Это раз, вот здесь считаем, раз, два, три. Вот здесь образуется, и здесь раз, два, три. В третьем месте образуется связь между третьим и третьим штрих-положением. Нарушится ароматичность кольца временно. Здесь вот водород торчит, показывает. И вот эта стадия называется три-сигматропная перегруппировка. Я сигму вот так напишу сокращенно. Вот это слово, ключевое слово, или как сейчас в интернете, да, мем, да, надо сказать. Вот вам попал синдол, синтез синдол, обязательно это слово должно прозвучать, да. Хотите, я поставлю звездочку такую, диез, да, вот так вот. Я это плохо в этих разбираюсь, в символах интернетных. Так. В это время у меня гаснет периодически экран. Так, итак, проходит перегруппировка. Вот эта связь разорвалась, вот это вот, очень похоже. Эта связь образовалась, дальше ароматическое кольцо нарушено, это непорядок, надо восстановить. И дальше вот этот азот, вот здесь поставьте, кто списывает, две точки, которые будут означать пару электронов. От этих точек стрелочку при соединении вот по этой группе. А это фактически аналог карбонильной группы. Причем очень активной карбонильной группы, поскольку азот-то протонированный остался, вон он. Здесь плюс на азоте. Идет присоединение, получается продукт. И дальше отщепляется аммиак, получается индол. Успели переписать? Кто не успел? Ну, почти все успели. Ну, списывайте. Я пока не убираю еще. Значит, есть люди, которые... Вот его поднимают там на каком-нибудь банкете, говорят, скажи тост. Он начинает стихами говорить, у него рифмы просто в голове роятся. Есть люди, которые умеют писать стихи, есть гениальные поэты, которых все изучали, а есть люди совершенно бездарные в этой области, которым хочется что-нибудь, либо найти рифму какую-нибудь, но плохо получается, либо сделать так, чтобы этот синтез индола запомнился студентам. И вот я пытался найти рифму. Вот обратите внимание на эти слова, которые соответствуют стадиям синтеза индола по Фишеру. Гидрозон, генамин, бензидин, создадим, удалим. Ну, из меня поэт... Из меня, значит, поэт никакой, но очень хотелось что-то, какое-то правило такое придумать. Если оно вам поможет запомнить стадии синтеза индола по Фишеру, спешите. Если вы и так, у вас фотографическая память, вы посмотрели, все запомнили, все поняли, не пишите, это на усмотрение. Если вам сегодня не хочется писать, захочется завтра вспомнить, что там я говорил, ну, можно открыть подробную программу лекции, там все это есть в интернете. Вы знаете, где это лежит, все. Итак. Что еще про это сказать? По-моему, достаточно сказал, можно переехать к следующей картинке и начать разбирать свойства индола. Ну, давайте начнем с такого свойства, как кислотность. Значит, там под заголовочке, здесь... Прежде чем сказать о кислотности индола, я хочу напомнить вам, что индол – это 10-электронная ароматическая система, которая имеет все признаки ароматического соединения. Поэтому здесь где-то написали 10Е, ароматика, ароматич. Сокращенно. Второе. Кислотность. Ну, вы помните, что кислотность в пероле, напишем, сравнить с перолом. Там кислотность была где-то примерно 16. Ну, и в индоле она примерно 16. Значит, если вы подействуете там и тилатом натрия, то будет равновесие. А если трет-бутилатом – нормально. Трет-бутил-О-натрий, а лучше гидрид натрия, или ИР-магний-Х, магниево-производная, или бутиллитий, чего там еще, или трифенил, метилкалий. Вот это все металлирующие агенты для получения натриевых, магниевых, литиевых и калиевых производных. Тогда это совсем будет хорошо, необратимо. Получается анион. Н – металл. Минус, плюс. Ну, я пишу минус, плюс – это условно, потому что если магний – связь ковалентная, полярная, если калий – она больше ионная. Вот. И как раз мы это сейчас будем обсуждать, как это влияет на реакционную способность. Но прежде чем обсуждать, по какому центру и как будет реагировать вот эта металлическая производная с магнием, литием, натрием, калием, я хочу спросить, а вы помните, как реагируют металлические производные перола? Кто помнит? Мало. Ну, как вот мне быть? Я вот выкладываюсь на лекции, объясняю, рассказываю, а вы так быстро забываете. Я знаю причину. Я много раз говорил – не читайте перед сном мои конспекты. Вот. Не обсуждайте, вот, с девушкой встретились там, о чем поговорить. Особенно девушка, если тоже химик. Или, ну, девушка с молодым человеком. Ну, конечно, о том, как, допустим, металлируется перол или эндол. Значит, смотрите. Когда мы металлировали… Вот я сейчас повторю. Если получить N металл плюс электрофил, Е плюс, Х минус, то электрофил будет реагировать по положению 2 или по азоту. Один вариант и второй вариант по азоту. Так вот. Ну, минус там металл, Х. Минус металл, Х. Вспоминаете, что я говорил об этом? Вспоминаете. А я говорил, как влияет природа металла на направление сюда или сюда пойдет? Говорил. Кто сказал? Да, дайте я на вас посмотрю, мне приятно будет. Так, хорошо. Так. Я говорил, что если металл равно магний, Х или литий, то пойдет вот таким образом. А если металл, калий или натрий, ну, соответственно, здесь везде плюс, 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 то пойдет вот реакция таким образом. И объяснял почему. Кто помнит, что я это говорил, кто помнит почему? Ну, больше рук, уже лучше, больше, да. Потому что, когда калий-натрий, связь ионная, азот открыт. Когда литий-магний, связь ковалентная, азот закрыт, ну, куда пойти сюда. Но тут важная вещь. Индол в этом отношении очень похож, но важное есть отличие. Написали. Отличие. Ну, перола быстрее написать формулу, по-моему, чем и индола. Индол будет в случае натрия калия тоже по металлу равно натрий, калий плюс, плюс, тоже по азоту, электрофил сюда, так, электрофил Х, плюс электрофил Х. А если металл магний, литий, то в большей степени по третьему углероду получится вот что. Получится вот что. но там было положение 2 для перола, а здесь положение 3. Почему? Напоминаю. Это почему я напоминаю, почему трачу время. Мне безумно жалко этого времени. Мы отстаем. значит, это базовая принципиальная вещь. Напоминаю, что когда мы объясняли, почему идет в пероле по положению 2, я писал вот такие вот предельные структуры. минус здесь. Минус здесь. И минус здесь. Так. И минус здесь. И говорю, что сюда лучше. По кругу обходит вот эта вот резонансная структура. Кто-то может меня спросить, а что? Вот это в эндоскенте. А что, сюда невозможно вообще? Да нет, возможно. И сюда тоже, но меньше. То есть так тоже возможно, но меньше. В основном сюда. Но это то же самое, почему когда мы говорим электрофильное замещение в пероле, мы все-таки выбираем в зависимости от электрофила замещение в положение 2. Так что вот это главное. А для эндола вы такую же резонансную структуру не можете написать, потому что если вы... Я напишу здесь только вот такую структуру. Н. Одну структуру я пропустил. Для экономии. С минусом на азоте. Вот я сделал первую, вот аналогичную. А дальше я не могу этот минус довокализовать, не затронув ароматичность кольца. В каком случае мы что-то похожее объяснение на бумажке встречали в том семестре? Для... О, супер! Для нафталина. Замечательно. Вот. Так что с эндолом идет в положение 3. С этим разобрались. Второе. Ацидофобность эндола. больше даже либо не нужно писать, либо в скобках написать боится сильных кислот. Ацидофобность боится сильных кислот. То есть нитровать эндол азотной кислотой или нитрующей смесью это минус 1 балл на экзамене сразу. Значит, нитровать нужно чем-то мягеньким, сульфировать, вообще в реакции вводить с очень мягкими электрофилами. превратиться в смолу. Чувствительность к окислителям. В скобках чувствителен. То есть окислять марганцовкой боковую цепь или что-нибудь там делать, или хромовой смесью, или там чем угодно. Азотная кислота, кстати, она ведь не только нитрующий агент, но еще и окислитель. Ничего делать с окислителями нельзя. Окисление индола в индиго. Ну, сейчас об этом поговорим. Но прежде чем еще на эту тему поговорить, я хочу обратить ваше внимание на коллекцию представленных здесь производных индола. Ну, во-первых, я в прошлый раз рассказывал, как пахнет индол. Чистый индол практически ничем не пахнет, такой слабый цветочный запах. Грязный, пахнет железнодорожными деревянными шпалами, ну, вот, каменно-угольной смолой. Здесь средней чистоты. Вот. Ну, кто хочет, понюхайте. Похоже на нафталин. Если кто не хочет, вот я вам говорю, похоже на нафталин. Вот. Если я сейчас просыплю на костюм, есть шанс, что меня жена не пустит вечером домой. Кажется, от тебя пахнет, ну, не буду говорить, чем, но неприятно. Вот. Потому что когда его много, нафталин, а когда чуть-чуть, уже там напоминает что-то другое. Индиго. Сейчас мы нарисуем формулу индиго. Я просто хочу сказать, что есть здесь индиго, есть тилоиндиго. Кто никогда не видел ткани окрашенных индиго? Есть такие? Все видели? Вы не видели? А, видели, да? Нет, раньше у меня всегда поднимали руку, кто-то, один-два человека, поднимали руку, я не видел. Тогда я просил кого-нибудь в джинсах подняться и показать цвет джинсов. Вот джинсы красят индиго. Краситель не очень прочный. Вот. ну, для джинсов это может иногда и хорошо. Вот. но есть индиго синяя. А если... Давайте мы все-таки формулу напишем. Если взять... Я сэкономлю. Использую эту формулу. И индо вот окислить, то на первой стадии, неважно, там, в мягких условиях каким-то можно, в мягких условиях можно получить индоксил. Индоксил. Он быстро перегруппировается, значит, это, по сути дела, фенол, да, он перегруппировается в енол. ННСН2. Так, так, так. Если дальше это все окислить, то получится, вот, сейчас будет некоторая проблема нарисовать красивую формулу СННХО. Так, стрелочку укоротим. Здесь палочку поставим, здесь двойные связи поставим. По-моему, я никаких лишних не нарисовал и все, что нужно, нарисовал с палочками. Вот это получилось лейка индиго ну подпишите лейка индиго лейка значит белое индиго вот она белого цвета а если она окисляется дальше то получается уже я себе позволю не переписывать заново эту формулу а здесь вам показать что получается дальше вот из этой цц связи получается двойная связь и вот это уже настоящий синий индиго посмотрите какая система сопряженных связей тут и азот с парой и двойная связь и все это сопрягается от синего цвета индиго поэтому хоть вы не учитесь текстильном институте я скажу такую вещь которую можете забыть вот через даже одну минуту индиго это кубовый краситель что это означает это значит вот берут лейка индиго только что была формула она в щелочи растворим потому что там подвижные водороды ну сода щелочь там растворяют все белого цвета опускают ткань вывешивают ткань на воздух и под действием кислорода воздух идет окисление ткань становится синий вот так красят индиго в кубах вымачивают потом вывешивают кубовый краситель раньше в 19 до середины до 60-х годов 19 века для того чтобы получить много синего красителя целые гигантские поля в европе были засеяны индигоферы это такое растение в котором содержится глюкозит производная индиго глюкозит это значит там есть органической части есть там три остатка там глюкоза например и когда байер придумал как сделать индиго на фабрике бас бас знаете слышали такое да оказалось что можно не засеивать поля индигоферой а можно засеивать пшеницы кормовыми культурами значит решить проблему голода а эта проблема стояла ну ну в развивающих стран до сих пор стоит она в европе стояла раньше но сейчас в европе уже такой проблем нет и у нас вроде бы тоже проблема голода нет вот а как бас расшифровывается знаете баварская анилино-содовая фабрика вот ну много чего не делают в частности красители тоже и так химия в то время позволила совершить решить продовольственную программу вот так скажем и совершить буквально революцию так окисление индолы в индиго мы с вами обсудили что еще а вот шпаргалку посмотрел у меня написано индигофера росла в африке а в европе росла в айда ну то же самое ну другой немножко россии но тоже из него выделяли значит в айда если забудете через 30 секунд я вот помню когда читаю вам лекцию вот индигоферу помню посмотрел вот так с этим разобрались ну и последнее что хочу сказать если вот здесь положение 6 а мы кстати не обсудили очень хорошо сейчас и обсудим где положение как нумерация в индоле происходит если здесь стоит бром то это будет 6 6 дибром индиго хотите пишите хотите нет но 6 6 дибром индиго красного цвета раньше его выделяли из моллюсков которые там жили там в красном море но в тропических морях и назывался этот краситель безумно дорогой пурпур красного цвета наверняка где-то в литературе в истории встречался имели право носить только императора пурпурные окрашены пурпуром тканем вот но сейчас это делать синтетически я просто знаю когда я нырял под воду в красном море там если в перчатках то так и приходится хвататься за какой дрянь там там много кораллов всяких потом красные пятна на перчатках ну вот пурпур там 6 бром индиго или не 6 там и я уж не знаю но устойчиво довольно краска давайте мы вот на этом примере пронумеруем атомы азота и углерода чтобы знать вот нумерация такая но узловые атомы здесь не нумеруются потому что в них не может быть никакого другого заместителя но если уж очень нужно их можно там обозначить как там три штрих там или 7 штрих вот ну это бы редко бывает нужно это вот если вы прогидрировали что сюда повесили и надо вот как-то обозначить а так не парьтесь насчет этих штрихов а то что нибудь там так ну вот про индиго теперь электрофильное замещение реакция электрофильного замещения в эндоле поскольку я рисовал подробно почему электрофильное замещение в пироле идет в положение 2 в основном только не путать вот с этими формами это не электрофильное замещение это я для аниона писал делокализацию да но электрофильное замещение я писал это по сути дела тоже самое вот сейчас на этом примере покажу просто это не реакция с анионом это реакции е с плюсом с эндолом значит если написать резонансные структуры для атаки электрофила в положение 2 то единственное место где можно долокализовать плюс будет вот это вот значит это надо переписать а все остальное уже будет затрагивать кольцо мы договорились его не трогать а если электрофильное замещение идет в положение 3 то тогда плюс может быть в этом месте и с участием пары на азоте плюс может быть на азоте здесь двойная связь то есть кому до сих пор непонятно куда на самом деле пойдет вообще никто же не поднимет руку я неправильно формулирую я скажем так кому теперь понятно куда точно пойдет электрофильное замещение в эндоле в какое положение подняли руку так не все подняли руку не все значит для тех кто не поднял говорю конечно электрофильное замещение в эндоле пойдет положение 3 а сообразили быстро без моей подсказки а как сделать может я говорил а может нет а как ввести заместитель в положение например 5 кто знает так я говорил что надо взять замещенный фенилгидрозин ну вот вы киваете а чего руку не поднимаете не успели процесс соображения он не моментальный когда я между прочим сдавал физику и мне поставили 4 я спросил почему 4 я все правильно ответил а вы долго думали над этими вопросами ну я хотел сказать что ну я же когда буду эти вопросы решать не буду в пропасть прыгать там или там соображать перед прыжком там куда-нибудь но это было бы невежливо я промолчал 4 получил бог с ней вот с четверкой итак реакции идут в положение 3 и теперь вот эта табличка и не рассчитывайте что я буду писать опять эту реакцию нет напишу все таки давайте вот должно у вас что-то быть в конспекте поэтому я напишу реакцию электрофильного замещения в общем виде без механизма е а в качестве е может быть вот можете писать е равно n o 2 остаток n o 2 да я не пишу плюс это заместитель n o 2 то есть нитрование галлогенирование ну прям вот отсюда выписывайте чему равно e сначала выпишите просто чтобы были был список электрофилов да потом напротив них условия возможно вы обратили внимание что условия эти практически те же самые что были для электрофильного замещения в пироле кто это заметил руку поднимите значит я думаю что заметили многие но поскольку вы так я смотрю на ваши лица вы так сосредоточенно списываете в общем правильно делаете все вы как бы на мой вопрос не успели среагировать итак повторяю условия введения этих электрофилов практически те же самые что и введение электрофилов в ядро пирола здесь значит бензоил нитрат слушайте а что у меня кислород пропущен здесь ой 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 только что заметил здесь кислород пропущен между карбонильной группой и азотом а тут дело в том что редактор это все делали редактор был еще старый хемвиндул и это целая проблема исправлять можно конечно через пейнт там делать итак мензоил нитрат кислород не забыли здесь мягкий галогенирующий агент бромсукцин и мид мягкий галогенирующий агент хлорсукцин и мид а это именная реакция у меня что-то вертится кто помнит что это за именная реакция вот с такими реагентами руку поднимите ну мало но я на вас посмотрел я тоже вспомнил что это реакция вильсмеера да верно вильсмеера вот значит она не со всеми идет активированными аренами кстати реакция вильсмеера давайте я потрачу полминуты и напомню вам что классический пример для реакции вильсмеера это диметиланилин да значит H C O N метил 2 запятая PO хлор 3 и получается значит в итоге промежуточные стадии и там разложения не пишу механизм обсуждали очень активированный арен диметиланилин или эндол но плохо взять H2N и взять OH плохо а RO мало мало означает мал донорный эффект алкоксигруппы почему это плохо и почему я это вспомнил потому что здесь подвижные водороды здесь хлорангидрид образуются производные по фосфору по азоту по гидроксилу об этом забыл мой сотрудник вот буквально два дня назад а подумал а ну со своими стероидами сделаю ну может быть со стероидами там особые правила ничего подобного вот он сделал у него был гидроксил у него получилось грязно для фенолов плохо теперь ему надо переделывать защищать гидроксил поэтому я вспомнил это вот вчера было так ацелирование по фриделью крафтсу не требует катализатора обратите внимание ну как для перова уксанангидрид ни в коем случае не хлориста цитил вот очень важная реакция не столько для вот вас на этом этапе сколько для химиков вообще это вы видите нитроэтилен акцептор Михаэля вот запишите эту реакцию все-таки пусть будет вот не в общем виде вот Вильсмеера вообще может не писать это так лирическое отступление было вот а напишите вот с нитропроизводными там конечно нужен с нитропроизводными возможно нужен какой-то основный катализатор ну этилат там немножечко этилат натрия там трет-бутилат и эта реакция на самом деле очень хороша потому что она позволяет ввести в положение 3 вот эту группу да а дальше нитрогруппу можно что превратить в амино а если мы превратим в амино мы получаем как раз бета аминоэтильное производное вам встречался раньше встречался вы быстро кивнули и мне это приятно значит искренне было встречался все производные соответственно они именно бета аминофрагмент содержат еще один акцептор Михаэля значит метилвинилкетон да вот он метилвинилкетон это у нас что манниха реакция манниха ну сто раз мы реакцию манниха обсуждали я не пишу просто в эту табличку постепенно заканчиваете продиазотировать можно диазоний это вообще очень слабый электрофил но индол очень хорошо активированный арен да и наконец чтобы просульфировать перидин в комплексе ССО3 но как я уже говорил не очень ценная реакция еще раз повторю что если вы вводите электрофил не углеродный прямо в индол нитро, бром, хвор это не очень интересно сера в таком виде это не очень интересно самое интересное вводить углеродные электрофилы оцелирование формилирование потом можно еще цепь как-то там модифицировать как угодно вот этот хороший очень способ самые ценные способы это наращивание в третьем положении цепи это выход к биологически активным соединениям и в задачах я вас уверяю наверняка вариации на эту тему будут встречаться у вас либо с индолом либо с перолом какую-нибудь там сделать цепь значит кто не успел эту табличку как-то переписать пока я долго говорил все успели все успели тогда едем дальше у нас до перерыва остается мало времени но тем не менее обзор химии гетероциклов с двумя гетероатомами значит смотрите вам нужно знать что такое имидазол оксазол и тиазол спешите общую формулу с иксом и напишите эти названия химик название должен знать даже если он пойдет на историю химии но это напрягает вас что надо знать эти названия или нет не напрягает отлично но чтобы вас порадовать еще больше я скажу что мы реакции вот этих вот гетероциклов практически рассматривать не будем в билетах поэтому они не будут уж нечего спрашивать раз реакции нет нечего спрашивать а реакции такие что они все частные реакции но некоторые свойства просто вы должны знать как химики обучающиеся в самом лучшем химическом вузе России перед тем как кратко сказать о свойствах я скажу кратко о том где они встречаются эти азолы с двумя гетероатами значит все знают а кто не знает в школе может быть проходили потом у нас будут аминокислоты есть аминокислота гистидин она содержит остаток имидазола если вы декарбоксилируете у вас получается соответственно амин посмотрите опять бета амина этил ароматическое кольцо ну то что кольцо ароматическое кстати кто еще не увидел напишите кольцо ароматическое шесть электронов да вот пара вот пара и вот эта пара участвует значит соответственно вы можете здесь написать хоть на этой формуле хоть на формуле которая была на предыдущей картинке стрелочку поставить вот этот азот пирольный то есть кисло кислая наша связь донорный а этот азот перидиновый перитина не было но будет после перерыва поставьте прямо здесь перидиновый пирольный значит где встречается гистидин в аминокислотах где встречаются кодируемых аминокислотах гистамин К сожалению, многие сейчас страдают таким неприятным заболеванием, как аллергия Аллергия может быть на все, что угодно Вот мой зять, например, не может выйти на улицу, когда начинают свистеть вот эти все растения, пыльца Ну и на все, что угодно может быть аллергия Так вот, причиной аллергии является образование в клетках Вот на клеточном уровне гистамина Увы, он получается токсичен на уровне, когда он находится в клетках И вот это главный медиатор при аллергической реакции Поэтому многие препараты против аллергии называют антигистаминные препараты Может быть, слышали такое Тиамин Здесь ядро тиазола Витамин В1 Ну, у него очень много функций у витамина В1 Это, может быть, вам, значит, расскажут на лекции, которые после меня будет Там есть, что рассказать Но у меня со временем напряженно Витамин В1 Все пробовали Вот важная вещь для 1-3 азолов Таутомерия Этот водород, естественно, может бегать между этим азотом и вот этим азотом Опечаток нет Значит, прыгнул сюда Да И если вы Значит, если вы получили Значит, нумерация как идет, кстати Можете цифры прям за мной расставить 1, 2, 3 1, 2, 3 4 А здесь нумерация как идет 1, 2, 3, 4, 5 Поскольку есть таутомерия То 4 метиломедозол и 5 метиломедозол Это одно и то же Из-за таутомерии Ну, это вот Я не сильно напрягаю вас этим свойством Кого сильно напрягаю? Никого не напрягаю Таутомерия Основность Если вам по какой-то причине Не хочется переписывать вот эти все первых Имидозол, тиозол, аксозол, перидин Напишите только основанность имидозола И перидина То, что перидин Основание Хорошее Катализатор Наверное, вы Ну, клеофильный катализатор Наверное, вы слышали не раз Я не прошу покивать Потому что вы заняты А вы даже покивали Поскольку вы заняты тем, что пишете Но вот представьте себе, что имидозол Более сильное основание На два порядка Имидозол более сильное основание За счет того, что Когда имидозол хватает протон То этот плюс Может быть довокализован Между двумя азотами Что-то похожее у нас было Когда мы рассматривали Почему диазобициклондецен ДБУ И диазобициклононен ДБН Сильное основание Здесь то же самое Сядет протон И будет плюс довокализован Между двумя азотами Поэтому имидозол Более сильное основание Чем Перидин И поэтому имидозол Еще лучший катализатор В реакциях оцелирования Чем Перидин Что можно написать Имидозол Оч Хор Кат При Ац Очень хороший катализатор При ацелировании Так Ну вот мы подошли к перерыву Это мы пропускаем А ациломидозолы Отличные ацелирующие средства Ну так же как я говорил Про ацил Перидиневые производные Так же ациломидозолы Значит два Дополнения Замечания Первое Когда у нас были Производные кислот Я вам говорил Такое слово Так 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 Тихо тихо Значит если хотим Все таки поговорить То шепотом С сиденьями не хлопаем Я когда были Производные кислоты Говорил такое Слово Амидины Кто помнит Что я говорил Амидины Мало помнят Ну что делать Вот те кто помнит Вы сообразили Что вот это и есть Амидины И эти формулы Уже были Нет Вот теперь знаете Что это и есть Амидины Ну как вот амид А вот как бы имин Значит амидины Это амида Иминокарбоновых кислот И вот эти вот Основания Можно рассматривать Как амидины Вот Но это слово Было сказано тогда Сейчас мне вот Алексей Владимирович Говорит А вы не сказали Что это амидина Я говорю Ну у нас эта тема Раньше была Но видите Напомнить Никогда не лишнее Перидин Записали Перидин Но формулу Перидин Уже все наверное знают Здесь Вот это не обязательно Помнить Химические сдвиги Совсем не обязательно Для этого есть таблицы Справочники Там все что угодно Но тенденцию Знать нужно И главная Тенденция В отношении ядра Написана красным шрифтом Кольцо Обеднено Электронами И если даже вы Ничего не знаете Про химию Перидина Но хотя бы Знаете это Кольцо Обеднено Электронами Это дает вам Ну к двойке Плюс там Ну наверное Одну десятую Балл еще То есть Не чисто двойка Два и одна десятая Кольцо Обеднено Электронами И эти химсдвиги Это демонстрируют Поскольку Кто помнит Сколько в бензоле Химический сдвиг Например Протонов Вот они Я не спрашиваю Ну просто Ну 7,27 примерно Да 7,27 Видите Здесь уехал Химсдвиг Рядом с азотом И этот Это все одинаково Уехал В слабое поле Это значит Здесь дельта плюс Приличный Здесь уехал В слабое поле Не очень сильно Но тоже А здесь почти не уехал Мета Даже в другую сторону Немножко сдвинулся Химсдвиги углерода 150 Опять уехал В слабое поле Здесь хороший дельта плюс Здесь уехал В четвертом положении И соответственно Здесь Даже чуть-чуть сильно Но практически не уехал Обратите внимание Что вот в такой формуле Передина По версии Кекуля Вот эта связь Похожа на Шифа Правильно? Ну на ЦН связь В основаниях Шифа Ну или даже А основания Шифа Похожи на карбонильную группу И карбонильная группа Как поляризована? На углероде плюс На гетератоме Там Кислород Азот Дельта минус Вот Из-за этого Теперь я вам Байку расскажу тоже В 90-е годы Может быть я вам рассказывал В 90-е годы Когда Зарплата Я помню Одно время у меня была Зарплата Может быть Ну не 5 А 10 долларов В пересчете Ну тогда бензин Правда был очень дешевый И тогда уже Значит Что-то было еще По старым советским ценам Что-то уже По новым И Многие химики Подрабатывали тем Что для фирмы Спекс Знаменитая фирма Делали образцы Ну как они делали образцы Они поняли Что фирма Спекс Там Не выбирает Что делать А просто брали Там одну кислоту Допустим Какую-то Ну не уксанную Конечно Какую-нибудь такую И кучу Аминов И вот Все амины делают И сдают им в коллекцию Взяли кетон Сделали гидрозон И опять Вот сколько было кетонов Сколько гидрозинов Сколько фенилгидрозинов Табличку сделали Такое все Вот все сделали За каждую Поскольку там Денежек получили Когда фирма Спекс Разобралась с этим Она сказала Нам основание шифа Больше не сдавайте Вот Достали основаниями шифа И настроила Свою вычислительную машину Чтобы основание шифа Выкидывали Ну так Вычислительная машина Стала выкидывать И производные перидины Тоже По этой же причине А производные перидина Перидин Это важный фрагмент В биологически активных молекулах И вот вам пример Производные Перидина Вокруг нас Первое Тут вот не написано Называется Амид Никотиновой кислоты Для всех Более известны Как Витамин 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 Очень важный Витамин Амид Никотиновой кислоты Перидоксаль Если Р равно Альдегид Перидоксаль А если Р равно CH2NH2 Перидоксамин Я рассказывал Для чего нужно Это соединение И даже говорил Под каким Названием Мы его знаем Кто помнит Никто Один человек Мало Мало Я надеюсь Что После этой лекции Будут помнить Больше Напишите Витамин 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 Отвечает За процесс Трансаминирования Кто начинает Вспоминать Для чего нужно Трансаминирование Один человек Мало Ну что ж Повторю Дорогое время идет Придется вас на перерыв Задержать на минуту Может на две минуты Если вы едите Углеводную пищу А вам нужно Нарастить мышечную массу То как из углевода Или продукта Превращения углеводов Из пир Виноградной кислоты Сделать Соответственно CH3 CH NH2 COOH Сделать Аланин Аланин Это кстати Одна из Важнейших аминокислот Для формирования Мышечной массы Вот вас Смотрите Вокруг себя Друг на друга У вас ваши белки Которые вас образуют Там я не помню 40% фалонина Как аминокислоты Может больше Может ну около того Вот за процесс Из этого То есть из сахара Из глюкозы Из хлеба Из картошки Сделать это Отвечает витамин В6 Я давал таблицы Давал картинки Объяснял Как это происходит Но говорил Что это вроде как Не обязательно Запоминать Ну вот У нас будут аминокислоты Я еще раз покажу А сейчас не буду И наоборот Капля никотина Убивает лошадь Ну конечно Это ерунда Капля не убьет Никотина Но Никотин Даже не самое страшное При курении А самое страшное Вот это дым Смола Я вам рассказываю Чем отличаются При вскрытии Легкие курильщика От легких Человека Который не курил Отлично Вот Вообще мне показалось Я не знаю Может я не прав Что нынешнее поколение Меньше курит Вот Это хорошо Правильно У нас еще Когда мы росли Там война Не то чтобы она Только что была Тогда это было Как-то модно Очень Курить Это было принято Я взрослый Я там покурить А сейчас Вот эта пропаганда Противотабачная пропаганда Она все-таки действует Это вот В этом смысле Я за тоже Так Никотин Амин Аденин Динуклеотид Сюда тоже входит Остаток Пиридина Вот он И даже Не только Пиридина А именно Аминдоникотиновой кислоты Но Про это соединение Какая роль у него Вам должны были Рассказывать Или еще Расскажут На лекциях Которые после меня Правильно Рассказывали уже Нет еще Значит расскажут Если не расскажут До Пару лекций Значит я расскажу Сегодня просто мы Не можем отвлекаться Сильно Синтез Пиридинов Из 1,5 Дикетонов Механизм Не обсуждаю Он такой же Как для Перова Схема Написана Принципиальное Отличие Синтеза Пиридиного Кольца От Пирольного Не только Что там были 1,4 Дикетоны Метод Палик Но А здесь 1,5 Дикетоны А в том Что После Циклизации Получилось Неароматическое Соединение Его нужно Окислить Отнять Два водорода Каким Окислителем Это разные Могут быть Окислители Просто Напишите Окисление О В квадратных Скобочках Соответственно Если вам Попадается Задача А попасться Она может Скорее всего Только в контрольной Потому что Научная работа Даже химико-органика Сейчас такова Что Довольно Простые Исходные Проще купить Чем самому Делать А делают Что-то очень Сложное Такое Чего не купишь Но Это не значит Что Не надо Учить географию Если ваша Турфирма Вас довезет До Турции Или куда-нибудь До Красного моря Значит Все равно Это нужно делать Обязательно Причем И поэтому Напоминание Как сделать 1.5 Дикитоны Как бы Я не обязан Разбирать Это Потому что Это Ну вот Тем не менее Спешите Но тем не менее Давайте Посмотрим Вот это Именная Реакция Берут Ацетон Формальдегид И Диметиламин Имя Кто помнит Манних Отлично Вот хор уже Не стройный Но хоры Уже Хорошо Реакция Манниха Поэтому Вот Если вам Долго Списывать Формальдегид Диметиламин Манних Получается Бетааминокетон В этом Бетааминокетоне Легко Довольно Отщепляется Диметиламин Либо через Это можно Сделать Через В кислой Среде Либо Про По Гоффману Про Алкилировать Там Получить Триметил Аммониевая Производная Сюда Метил Йод Посадить В общем Гоффман Метил Винил Кетон Причем Я в том семействе И говорил Но стопроцентно Вы не помните Что Если бы Вот Спрашивать Как получить Метил Винил Кетон При необходимости Решить Четыре Ставить Или пять Я вас учил Что Разрываете Двойную связь Или место Где По-вашему Из каких Фрагментов Это образовалось И вроде бы Получается Что можно было бы взять Просто Ацетон И формальдегид Но это Было бы Ответ Не на пять баллов Потому что Если вы возьмете Ацетон Формальдегид Это я сейчас Отвлекаюсь На то Что было в том семестре У вас пройдет Реакция по всем Шестиводородам А вот Манних Пройдет именно так И вот через Манних Это грамотный способ Через просто Формальдегид Неграмотный Так Получили Альфа-Б Это непредельное Карбонильное соединение Присоединили Янолят Ну в данном случае Тут пропущен Основный катализатор Трет-Бутилат Трет-Бутилат Этилат Амид Натрия Получили Один-пять Дикетон Раз Два Три Четыре Пять Все получается Самиакум Получили Предшественник И окисляют Видите Азотную кислоту Окисляют Ну конечно Неконцентрированную Берут Вот Но Чем еще интересен Этот пример Который я надеюсь Как пример вы спишите Тем что Побочно Побочно Здесь получается Вот такое Вот Новое Альфа-Б Непредельное Карбонильное соединение За счет Циклизации Вот этого метила И вот этого Карбонила Да Шестичленный цикл То есть вот Образование вот этого Непредельного кетона Никто не отменял Это было в том семестре А здесь оно идет побочно Ну идет и идет Так Вообще Чтобы Вот я могу вам сказать Некий бонус Но Боюсь С одной стороны Это может вас расхолаживать А с другой стороны А вдруг я окажусь неправ Ну я скажу Значит Вероятность встретить В контрольной работе Синтез периденного кольца Она намного Намного меньше Чем вероятность Стретить синтез Пирольного Там фуранова И так далее Но Я еще не знаю В ней же составляет задачи Составляет задачи Кстати Андрей Владимирович И Галина Степана Зайцева И что они там придумают Я не знаю Может и придумают Поэтому Надо это в голове Все-таки иметь Значит Вариант Хотите Запишите Ну тут Такие картинки Что одно уравнение Можно исписать Если вы будете Использовать Аксим Вместо Аммиака То это Окисленный азот Вы получаете Значит Здесь аксим Конденсация Получаете Вот такой вот Фактически Новый аксим И здесь не надо Использовать Окислитель Здесь просто Можно оторвать H2O OH и H Получить Перединовое кольцо Вот Если взять Окисленный Азот Еще один способ Синтез Ганча Взяли Две молекулы Ацетилацетона А могли бы взять Две молекулы Ацетауксного эфира Ну здесь написано Ацетилацетон Нарисуйте Напишите Ганч 1,3-дикарбонильное соединение Плюс Аммиак Но только две молекулы 1,3-дикарбонильного соединения И здесь вот Альдегид Вот этот Альдегид Сконденсировался С двумя Как Карбонильный компонент С двумя вот этими Метиленовыми компонентами Да Цикл замкнулся Окислитель Слабенький Нитрит натрия Окислил Получился Перидин Значит Это тоже Метод На грани Факультативного И вот я сейчас Объясню Почему Я Как бы Факультативный Кто-то А зачем нам Факультативный Да мы не хотим Мы хотим Вот от всех до всех знать А Другой может сказать А почему Факультативный Собственно Вот я сейчас Объясню свою позицию Дело в том Что Вот Мой Многолетний опыт Показывает Что после Не только после лекции Но после прохождения Всего курса Сдачи экзамена Остается в голове Мягко говоря Не вся информация Много теряется Много теряется Особенно за лето Поэтому я Как бы Отдаю себе отчет Что очень сложные Вот в общем курсе Очень сложные схемы Не очень Нужны Они все равно Забудутся Но с другой стороны У нас с вами Не Средняя школа Где вот Есть учебник Надо выучить Параграф от сих до сих И больше ничего У нас все-таки Лучший Химический вуз Страны И поэтому Ну забудете Что такое метод Ганчи Ну потом откройте Нам что-то рассказывали На эту тему А может быть Как с тем вот Студентом моим бывшим Он про мусор запомнил А он может метод Ганчи Запомнится Через 10 лет Так А вот теперь Начинается важная информация Без которой Просто сдать экзамен Невозможно Впереди Азот Это основный центр Азот Это нуклеофильный центр Я даже соль не пишу Здесь И ядро Электронно-дефицитно Вот Три Важных положения Тезиса Написано здесь Ну Перейди на основание Понятно Даже не писал В формулу соли Азот Нуклеофил Значит Е должен быть Тогда Либо Углерод Либо Я вам сегодня покажу И другие Электрофилы Которые садятся И будут формулы Если это метил То метил Садится напрочь Очень Хорошо И Просто так не уходит А если Е Равно Алкил А если Е равно Ацетил Хлорид Е Х равно Ацетил Хлорид Тогда Это реакция Обратима Ну сто раз Я уже об этом говорил Получится Ацилперидиневая Соль Да Которая Образуется Обратима Но которая Является Очень хорошим Ацелирующим Агентом Хлор Минус И здесь Я сейчас напишу Сравнить С Кто еще Помнит Как называется Это соединение Поднимите руку О Хорошо И медазол Хорошо Значит СО CH3 Вот я вам Обещал Написать Формулу Ацетиламедазола Того самого Который Было написано В конце Хороший Ацелирующий Реагент Этот даже лучше Чем этот Ну и этот Хорош тоже Так Ядро Передин Электронно Дефицитно Ну вот Сейчас я посмотрю Тут Опять Ну собственно Это я вам уже Написал Ацилперидиневые Соли Вот Это моя Шпаргалка Тоже Кстати Что показывает Эта шпаргалка Здесь какой-то Таинственный Заместитель R1 Зачем-то я написал И показал Что значит Ацилперидиневая Соль Будет Ацеллировать Y Вот Фактически Это реакция Ацеллирования Что за Таинственный Заместитель R1 Если Здесь Заместитель Вот такой 4 Диметиламиноперидин Ну Нумерация 1 2 3 4 5 6 А здесь Соответственно Производная 4 Диметиламиновая Производная То Ацеллирующая Способность Вот этого Производного Но если я скажу В 100 раз лучше Чем перидина Наверное Это перебор Если я скажу В 10 раз лучше Наверное Это мало Намного Лучше Намного И это Вот этот ДМАП Сокращенно Диметиламиноперидин Прекрасный Катализатор Ацеллирования Особенно Когда нужно Что-то сделать Вот где-нибудь В ХПС Какая-нибудь Труднодоступная Гидроксильная Группа Надо на нее Посадить там С хлористым ацетилом С уксусным ангидридом Посадить Ацетильную группу Перидин Часто не работает У нас такое было Сплошь и рядом И только ДМАП Причем его можно Не моль брать А Там 10% Он денег стоит Все-таки Отличный катализатор Вот Это Вы можете Кто будет заниматься Синтезом Это можете запомнить Надолго И может быть Когда-то Это будет Палочка-выручалочка ДМАП Катализатор Ацелирования Обещал показать Комплексы Перидина С другими Кислотами Льюиса С электрофилами Не так много формул Что записать В первую очередь Ну вот этот Самый главный Сульфирующий агент Перидин Сульфатриоксид Перидин Имеет пару Серный ангидрид Электрофил Комплекс Мягкий Сульфирующий агент Бор Электрофил Перидин Имеет пару Мягкий Восстановитель Нитро Неборфторит Сел На азоте Плюс Мягкий Нитрующий агент И даже Смотрите Мягкий Фторирующий агент Это если взять Фторангидрид Соответственно Трифторметан Сульфкислоты Даже Это не фторангидрид Даже Это вот такое Соединение Со связью Фтор-О Фтор-О С-О-2 С-Фтор-3 Мягкий Фторирующий агент Но это экзотика Больше Вот сульфирующий агент Это Самый Распространенный Вот похожие Предельные структуры Мы рисовали Попробуйте Вы махнули рукой Что не обязательно Да Тогда мы пропустим Сейчас Оставить Да Вы осторожницы С жестами Значит смотрите Почему Атака электрофила Осуществляется В положении Три И не идет В положение Два И четыре Начнем Вот с этой строчки Атака электрофила В положении Три То же самое Что для Сигма комплексов С бензолом Пришел электрофил Бывшая двойная связь Формально Отдала пару электрофилу Здесь получился плюс Вальф в положении И эта пара Переметнулась сюда Переметнулась Жаргон конечно Но перешла сюда Здесь получился плюс И эта пара Перешла сюда Здесь получился плюс То же самое Что для бензола И я уверен Что если бы Вы Даже не слушая Эту лекцию А просил Написать Как комплекс выглядит Вы бы точно Сумели написать Как девокализован плюс Единственное Что вот новое Я вам скажу Что Когда В девокализации Плюса Не участвует Азот Более электроотрицательный Атом То это лучше А если При атаке В положении 2 Участвует азот Вот он До локализации Плюса Это плохо Все таки азот Где там В периодической системе В пятой группе Углерод четвертый Все таки он более Электроотрицателен Там Сильно Более электроотрицательный Чем углерод Поэтому Атака в положении 2 Это плюс на азоте В предельных структурах Атака в положении 4 Тоже плюс на азоте Это плохо А это хорошо Ну не то что хорошо Это лучше Ну скажите Я То что не переписываю Это вручную Я не очень вас напрягаю Да С одной стороны Тут не так много формул С другой стороны В общем это у нас уже было Я могу немножко сэкономить Времени Если вы не успели переписать Не хотите переписывать Паста кончилась Там Напишите Атака Е В положении 3 Вот А теперь Конкретные условия Реакции электрофильного Замещения Впередине Чтобы Пронитровать Передин Нужно взять Серный ангидрит Не серную кислоту Серный ангидрит Нитрат Калия 200 градусов Греть Греть Много часов Тут Ну много часов И получить с выходом 5% Продукт замещения В положение 3 Как вам нравятся Эти жесткие условия Очень жесткие условия Ну наверное они не должны Так по идее нравиться Да Потому что Вот А теперь вопрос Вот 3 нитро 3 нитропередин Получается С выходом 5% Как его Делают в промышленности Если очень нужно Вот его в промышленности Так и делают Потому что Это дешево зато Вот Можно регенерировать Там Можно 5% отделить А делать там Всякими вот такими путями Через там Обходными Это Дороже Будет Хлор 2 моли алюминия Хлор 3 Я понимаю Что конец лекции Вы устали Но тем не менее Напрягитесь Еще чуть-чуть До перерыва Почему 2 моли Алюминий хлор 3 Думаем 30 секунд Кто додумался Сразу руку поднимайте Ну Нормально Потому что Первый моль Сядет на азот И сделает азот Еще более сильным Акцептором Обратите внимание Что любой электрофил Что NO2+, Когда садится на азот Допустим Сюда сел СУ3 Да Здесь у нас получился Плюс Здесь минус Был дельта плюс А в комплексе Стал полный плюс Я ведь Не зря кстати Написал Вот я сейчас вернулся назад Вот эти вот Вот эти вот Комплексы написал Плюс на азоте полный Плюс на азоте Плюс на азоте А почему NO2 при нитровании Не сядет на азот Сядет И сделает Азот Еще более сильным Акцептором А замещение Перидин Затруднит Еще больше Бромирование Бром2SO3 SO3 кислот Альюиса В данном случае Кислый катализатор Тоже SO3 Сядет на азот Тоже высокая температура Я бы объединил Эти все реакции Вот если вам Ну запомнить все условия Там 200 Там 130 Да не важно это Объединить это все Под Таким комментарием Очень ЖУ Очень жесткие условия Сульфирование Там катализатор Соль и ртути Используют Но идет в положение 3 Все электрофилы Которые здесь есть Идут в положение 3 И вот это В очень жестких условиях Вот оно написано Но Как я вам уже говорил Сегодня На предыдущих лекциях Введение Неуглеродных Электрофилов Кольцо Перидин Это не самый Главный Синтетический путь Хорошо вводить Что-нибудь такое Углеродное Об этом Чуть позже Может быть уже В следующий раз Значит очень жесткие условия Факультативный материал Можете расслабиться И просто послушать Никто Скорее всего Вас не спросит Но в принципе А если спросит Вы сообразите Если впереди Есть Донорные Заместители То конечно Они будут Облегчать Вступление Электрофила В соответствии С тем Как они Делают в бензоле Метоксигруппа Электрофил В ортоположение Метоксигруппа Электрофил В ортоположение И в пароположение Пойдет сюда И в это Орто пойдет Вот такой Пиридон Он на самом деле Он на самом деле Таутомер Вот такого Два гидроксиперидина Гидроксигруппа Донор Нитрогруппа Пойдет в ортоположение В пароположение В пара И в орто Вот Но Поскольку Тут очень много Вариантов Очень много Нюансов В общем курсе Нам не нужно И вам С вероятностью 99% Не попадутся Задачи Где будет Надо решить Куда пойдет Электрофил При наличии Донорного заместителя Уже Впередине А если я даже И решу Такую задачу Сделать И дам Чепракову Он скажет Нет Только через мой труп А я этого не хочу Так что Но Не сказать я не могу Про это А вот теперь Очень важная вещь Почему Так трудно Идет электрофильное Замещение Впередине Я в принципе Уже ответил на этот вопрос Потому что Электрофил Садится на азот И это Становится Был просто акцептор Становится Очень сильным акцептором Если запретить Электрофилу Садиться на азот Ввести Две третбутильные Группы сюда Так чтобы С3 не мог подойти И не смог Сделать вот это То Сульфирование Детретбутил Пиредина Пойдет В третье положение Как положено При минус 10 градусах Уже Условия Помните Какие там были Какие здесь Вполне нормально То есть Сам по себе Азот не закрыт Электрофилом Это Не так плохо Мы приближаемся Уже к окончанию Вот Это То что здесь написано Очень важно Очень хорошо Что я успел Это именно сегодня Сказать Что Если нельзя Сесть электрофилу На азот Это хорошо Но я хочу Еще вернуться Вот к этой вот Табличке Которую я вам показывал Мы обсудили Нитрование Галогенирование Сульфирование Вот про реакцию Фриделя Крафца Не сказали А почему реакция Фриделя Крафца Не идет Кто сообразил Вот вы киваете Ну поднимите руку Кто сообразил Я с надеждой смотрю Так Как-то вы так пока Но потому что Для тех Кто не поднял руку Но потому что Электрофил Ацетил Или алкил Пойдет по азоту И все Где это Вот оно что будет Никакого Фриделя Крафца Поэтому для тех Кто захочет Написать перидин И ввести сюда Ацетил В третье положение По Фриделю Крафцу Это не минус один балл Это сразу Минус два балла Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...